Каждый сам хозяин своей судьбы. Доказать эту истину смог 18-летний житель нашего города Юрий Ефимченко. Благодаря своей силе воли и настойчивости ему удалось преобразить свою жизнь. Необычная история обычного парня в нашем сюжете. Он прожигал свою жизнь по клубам и ресторанам. Жил сегодняшним днём, не задумываясь о будущем. Юрий рос в обеспеченной семье и благодаря родительским деньгам ни в чём себе не отказывал. Вся его жизнь была беззаботным времяпровождением. Благодаря такому образу жизни и огромной любви к еде вес Юры достигал 113 килограммов. Но это его особо не заботило. Всё изменило ДТП, в которое Юра попал, будучи за рулём автомобиля. По вине водителя такси, который, как оказалось, состоял на учёте в психдиспансере, Юре пришлось выехать на встречную полосу, где неуправляемый автомобиль перевернулся. В больницу Юру доставляли на реанимационном автомобиле. Когда врач вышел и сказал, вам просто повезло, что нет жидкости, нигде она никуда не пошла, никакая травма, сотрясение, ожоги есть и шок. То есть всё будет относительно нормально. Понимание того, что всё могло закончиться гораздо серьёзнее, заставило молодого парня задуматься над тем, как он живёт и как выглядит. Первое, что стал менять – круг общения. Расстался и с вредными привычками – курением и алкоголем. Также понял, что его внешний вид далёк от идеала. Сейчас 18-летним парне трудно узнать бывшего толстячка. За полгода со 113 килограмм он похудел до 86. После этого он стал усиленно заниматься спортом – бегом, плаванием и бодибилдингом. Сначала не было у меня цели набрать определённую мышечную массу. У меня была цель просто сбросить вес, потому что мне не нравилось, как я выгляжу. Начал бегать потихонечку. Я просто даже не понимаю, как люди пробегают пять кругов на стадионе. Для меня это было что-то новое, потому что я полкруга пробежать не мог. Ну и как-то начал интересоваться бегом, начал следить за своим дыханием, начал по чуть-чуть бегать. Это было всё зимой, очень холодно было, я бегал по набережной. Сейчас вес Юры составляет 102 килограмма. Только теперь его тело – сплошные мышцы. С друзьями, с которыми он сейчас общается, Юру связывает общая любовь к спорту. Тем более, что для них Юрий является примером того, что при большом желании человек способен на многое. Я к нему уже присоединился, когда он уже добился очень, можно сказать, очень серьёзных результатов в плане похудения. И мы начали с ним заниматься, когда он уже начал набирать массу. То есть, можно сказать, я даже не открывал никакие источники интернета, ничем не интересовался. Мне стоило только позвонить Юре, и он мне мог всё рассказать, всё как действовать. Он мне расписывал питание. Мы вместе с ним ходили на стадион. Он вместе даже занимались с ним в спортивном зале. Он выжимал с меня все соки. Я такой человек сам по себе. Люблю пожалеть себя. Когда я с ним занимаюсь, я выкладываюсь на все 100%. Мы с ним вместе также занимались в зале. Он мне тоже подсказывал и по питанию, и по тренировкам много чего полезного. Благодаря дисциплине и самоорганизованности отношение к учёбе у Юрия также поменялось. Получив в колледже диплом младшего специалиста по праву, он планирует поступать на третий курс в Киевский национальный университет. О прежней жизни Юрий напоминает его старая одежда, которую он хранит у себя в шкафу. Время от времени смотрит на неё и радуется, что вовремя взялся за голову. Верит, что впереди у него отличное будущее.